Здравствуйте, на библейский портал Экзигет пришел вопрос, правильно ли отказываться от земных удовольствий? Вы знаете, мне кажется, что полностью от них отказываться нас не призывает Господь. Напомню, что первое свое чудо Господь совершил на браке, то есть на свадьбе в Кане Горилейской, где было веселье, радость, тосты, танцы, песни. И вот Господь пришел и сотворил первое чудо. И первое чудо было им сотворено по просьбе Престой Богородицы для того, чтобы это веселье не опорочилось. Потому что свадьба, на которой кончилось вино, это позорное пятно на всю жизнь. А это та самая семья, где не хватило. Все будут об этом вспоминать. И вот чтобы эта радость не омрачилась ничем, Господь сотворил первое чудо. Это очень важно. Потому что есть дни радости, есть дни скорби. Дней скорби много в жизни человека. Поэтому тогда, когда Господь человеку дает радость, тогда не надо от нее отказываться. Другое дело, что страсти не должны быть греховными. И мы призваны по отношению к удовольствиям, которые могут перерасти в эти страсти, быть очень внимательными. Все мне позволено, говорит апостол Павел, ничто не должно обладать мною. Не должно быть чрезмерности. Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. Вот и страсти, они должны быть, вот эти вот неосудительные, как бы, да, желания плоти, они должны быть на своих местах. У преподобного Максима Исповедника есть удивительная мысль. Он говорит, что если человек чрезмерно погружается в какие-то естественные бытовые удовольствия, то Господь вынужден восполнять вот это отсутствие воздержания болезнями. Болезни происходят отсюда, по мысли преподобного. То есть всему должна быть своя мера. И мера, которая выбрана уставом православной церкви, она достаточно сбалансирована, достаточно строга. При этом там больше половины дней бывает, что приходится на пост года. И это та мера, которая позволяет человеку удержать себя в том, что мы называем вслед за апостолом Павлом, отложить ветхого человека и обличься в нового, который обновляется по образу создавшего его. А ветхого человека, который тлеющий по похотям плоти, то есть разлагающийся, вот его от себя отложить. Без воздержания, без аскезы сделать это невозможно. Придаваясь чрезмерно, допустим, очеревоугодию, это сделать тоже невозможно. Поэтому надо все время держать себя в некой уезде и проверять. И вот среды и пятницы, как пост на дне, они прекрасно для этого подходят. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok